Капитан Вильдяй Министр сказал, что там что-то решает. А что, сколько можно решать? У нас страна просто бросила и все. А я сказала. С нами тут все сидят, но каждый что-то боится что-то сказать этому президенту Украины и министра обороны. Вот что нам говорят. Что боятся? Им уже нет что бояться, они уже все. Да, Женька, мы тебя слышим, да. Да, вот. Здесь чего-то боятся, чего боятся? Кто не может четкий и конкретный вопрос ответить на это? Или пусть делает ротацию, потому что все устали, устали от этого всего. Или пусть принимает решение выводить отсюда. Потому что мы как щит. Раз в день постояли, двадцать, три недели здесь стоят. Они живущие. А еще пусть скажут, что там за трехсотый, за двухсотый. Никто не может их забрать. Одно время Россия забирала, а теперь они сказали, что еще Бог помогает, как немало у нас раненых. А куда будут отбивать людей? Слушайте, вот этот министр обороны из президента Украины. Почему-то тут не отдал я ни мажора, ни кого. Одни, бля, простые пацаны. Что я сказала, вы на него? Министр обороны. Они селанда и тех родителей, которые не смогли купить. И забралась. А почему-то тут миллионеров нет. И что вы ухмыляетесь сейчас? Вы что, смаетесь? Нет. Вы сейчас ухмылкой так сделали. Я ухмылкой? Да, вы так сделали. На него тоже не надо так причать. Только мы здесь ничего не виноват. Такой же самый, какими-то, пульсниками. Надо, чтобы старшее начальство дало какой-то приказ. Дайте нам старшее начальство. Дайте нам с кем-то поговорить. Я с ним министром обороны поговорю. С замминистром. Вот замминистра обороны. Да, Жень, я здесь. Ухмылкой. 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 Ухмылкой.